Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Волнений на море не будет. За этим пристально следит госинспекция по маломерным судам. Нарушители водного законодательства сажают на якоря. Маленький вклад в большое событие. Она поготовится принять участие в организации Чемпионата мира по футболу 2018 года. Чистота своими руками. Неравнодушные «Анапчане» и гости курорта показали, как надо любить «Анапу». В городской администрации взяли на контроль ситуацию с подтоплением домовладений. На улице Шевченко в селе Супсех сегодня рассматривается вариант с прокладкой полукилометрового бетонного желоба, чтобы вода не скапливалась в низине. Специалисты считают такой вариант оптимальным. Вот здесь река печет. Все подмывает. Плитка разъезжается. И в подвал у меня пошла вода. Жительница Супсеха Галина Калиничева рассказывает заместителю главы города курорта Анжелике Бузуновой, как во время проливных дождей улица Шевченко превращается в один большой поток. По ее словам, все началось пару лет назад, после того, как отремонтировали автотрассу, ведущую в Суко и Утриш. Раньше на ней был специальный желоб для воды. По нему она уходила за пределы населенного пункта. Не так давно дорожники пытались исправить ситуацию, но безуспешно. Какая-то организация. Пригнали петушок. Вообще прокопали, чтобы вода не шла, а к нам шла на улицу. Прокопали там, вывели на стадион на бывший. И со стадиона теперь клещи, теперь всех здесь топят. Плавали вот. Николай Топчий плавал, можете позвонить, если он дома. У Симоновых вот здесь вот. Затопило все буквально. Пока каждый житель улицы защищает двор как может. Один из них просто перестал ставить машину в гараж, так как там скапливается вода. Многие, как и Галина Ивановна, пытаются максимально закрыться от потока. Трасса, она же улица Советская в Субсехе, находится в видении вышестоящих властей. Муниципалитет не занимается ее обслуживанием. Вместе с тем на местном уровне ищут пути решения. Специалисты предлагают построить вдоль всей улицы бетонный желоб до обводного канала. Этой весной его расчистили. По нему ливневые потоки из Субсеха стекают в реку Анапка. Водоток будет идти по улице и по лотку. По лотку, значит, идет уже на канал, на следующую улицу. Действующий канал достаточного диаметра. Там мы почистили, там ширина, глубина позволяет. Вот на следующий день позволяет принять эту дождевую ливневую воду. Длина такого бетонного желоба около 500 метров. Специалисты подготовили смету. Работы займут около месяца. Общая их стоимость порядка 1 миллиона рублей. Ситуация находится на контроле в городской администрации. Если предложенный вариант окончательно утвердят, то необходимо будет искать деньги. В бюджете или во внебюджетных источниках. В Анапе продолжается подготовка к единому дню голосования 10 сентября 2017 года. Территориальная избирательная комиссия Анапская, полномоченная окружной избирательной комиссией Краснодарского края, принимает документы на выдвижение кандидатов депутата законодательного собрания края 6-го созыва. На данный момент своих представителей на выборы делегировали политические партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «ЛДПР», партия Роста и «Коммунисты России». ТИК Анапская принимает документы для выдвижения кандидатов депутата законодательного собрания края 6-го созыва вплоть до 18.00-26 июля. Сейчас усилия Террисбиркома направлены на контроль за соблюдением избирательного законодательства. Вам сейчас необходимо, в соответствии с требованиями законодательства, открыть специальный избирательный счет в банке. Уведомить нас о том, что вы открыли этот счет в течение трех дней с момента открытия. И для регистрации предоставить нам еще пакет документов, которые входят в первый финансовый отчет и уведомление о том, что вы не имеете счетов за пределами территории Российской Федерации. После сдачи документов в течение 10 дней ТИК Анапская обязана рассмотреть представленные сведения и принять решение о регистрации кандидата, либо мотивированный отказ. Крайний срок регистрации кандидатов – 4 августа. Анапа присоединилась ко всекубанской акции поддержки проведения чемпионата мира по футболу. Специальный флаг мероприятия побывает во всех населенных пунктах муниципалитета. Организаторы отметили, что старт Анапского этапа эстафеты вышел на отлично. На центральной площади представители спортивных школ, клубов, детских оздоровительных лагерей. Рассказать жителям о плюсах проведения чемпионата в России – одна из целей всекубанской акции. Анапа – 26-й муниципалитет, который принял в ней участие. Отличное мероприятие, подготовленное на высоком организационном уровне. Это просто действительно шикарно сделали. Такое количество детей. Ну, Анапа и самое большое муниципальное образование, в котором 10 спортивных школ. То есть не каждое муниципальное образование может похвалиться таким количеством спортивных школ. И то, что, несмотря на летний период, нашли возможность, желание, главное, прийти и поучаствовать в этом мероприятии. Конечно, муниципальное образование справилось на 5 баллов. Плюсы Анапы, помимо мягкого климата и близости моря, развитая гостиничная инфраструктура, удобное расположение аэропорта. Город-курорт готов внести свой вклад в общее для страны дело. Я надеюсь, что наша команда займет достойное место на этом чемпионате. И мы должны ее поддержать нашими волонтерами, нашим гостеприимцам, чтобы все страны мира увидели, что Россия наиболее благоприятное место для проведения всех чемпионатов. Регулировать потоки на стадионе, следить за порядком и улыбаться. Так о своей работе на стадионе рассказывают волонтеры серебряного возраста. Команда из 8 человек вернулась с прошедшего недавно Кубка Конфедерации. Теперь подали 10 заявок на чемпионат мира. Потому что мы любим свою родину. Мы занимаемся... Это просто необходимость, наверное, быть полезной себе, показать молодежи, что люди старшего возраста могут быть наравне со всеми. И чувствовать импульс страны, это движение. Молодые волонтеры также готовы принять участие в организации игр, которые пройдут на стадионе «Фишт» в Сочи. Юные футболисты города-курорта, именно они будут заниматься на двух тренировочных площадках, которые появятся в станице Анапской и Витязева к мировому футбольному первенству. После его окончания инфраструктуру передадут муниципалитету. Такого не было. И мы мечтать не могли. Ну вот, пожалуйста, чудеса бывают. И Краснодарский край принимает чемпионат мира по футболу. В том числе и город-курорт Анапа. По словам тренеров, это будет действительно важное событие. Другой уровень подготовки. Будущие профессионалы с первых шагов должны привыкать к единому мировому стандарту, чтобы не приходилось потом элементарно учиться заново. «С точки зрения профессионализма, это контроль мяча, это быстрый прием мяча. Ну это у нас уже такие наши детали. На таких полях легче учить. Ребенок быстрее начинает понимать. А вы представляете, если заниматься на огороде каком-то там, где, я не знаю, колючки растут, мяч не туда летит». Анапа получила специальное знамя акции. Первым участником эстафеты стал Алан Сараев, лучший футболист Анапы и Краснодарского края в своем возрасте. За две недели флаг погостит во всех населенных пунктах муниципалитета. Во время летнего сезона усиливается контроль за безопасностью не только на суше, но и на воде. Патрульные службы государственной инспекции по маломерным судам постоянно мониторят Анапскую бухту в целях обеспечения безопасности жителей и гостей курорта, которую предпочитает активный отдых на море. Сегодня вместе с инспекторами ГИМСа в рейд вышла и наша съемочная группа. Жаркая погода и небольшое волнение моря – не помеха для любителей активного отдыха на воде. Как правило, это и рыбалка, и разные виды водных аттракционов, а также просто морские прогулки. Но на воде, как и на дороге, есть свои требования и правила, за соблюдением которых пристально следит инспекция по маломерным судам. Вот и первый нарушитель. Катер укомплектован всем необходимым, но на пассажирах нет спасательных жилетов. А номер и название судна нанесены на корпус неправильно. На первый раз судовладельцу выносят устное предупреждение. Название судна называется «Кормовая часть». А, все наоборот, понял, да. То есть вот эта вот келья на 44, она должна быть открыта в «Кормовую часть». В «Кормовую» я понял, да. Понял, бесправильно. А этот прогулочный катер укомплектован всеми средствами безопасности – пассажиры в спасательных жилетах. Но налицо явный перегруз. Нередко в погоне за заработком судовладельцы берут на борт больше людей, чем разрешают нормам безопасности. Но таким предпринимателям заработать больше все равно не получится, так как придется заплатить штраф. При выходе в море все судовладельцы должны иметь при себе судовой билет и права на управление маломерным судном. Владелец этого водного аттракциона вышел в море с людьми без документов. С такими прокатчиками у инспекторов разговор короткий. «Судовой билет и удостоверение. Давай мне людей сюда из-за того удостоверения. Людей давай сюда перетягивай. Ну не тяните. Стой, что людей сюда перетягивай. Давай мне веревку от банана. Да нет, ловля. Бегом тогда на берег, мне документы. На сегодняшний день, на утро было 136 вынесено и рассмотрено административных дел. В основном нарушения это перегруз. Особенно сейчас последнее время начался июль месяц, июль-август. То есть на 3-4 человека перегруз считается. Очень редкий случай управления маломерным судном без удостоверения. Ну и без спасательных жилетов. Редкий случай, но попадается». В нынешнем сезоне к эксплуатации допущено 14 стационарных баз-стоянок маломерных судов и 19 стоянок, используемых целью проката. Все незаконные выходы в море выявляются и пересекаются круглосуточно. «В данный момент большую помощь нам оказывают патрульные группы, которые прикомандированы в город-курод Анапы. У нас каждую неделю одна патрульная группа Краснодарского края присутствует. Здесь в течение недели осуществляют контроль и на пляжных территориях, и в море. За этот период к административной ответственности за различные нарушения привлечено более 100 судоводителей и судоводельцев». Поплатиться рублем за нарушение водного законодательства может и любой отдыхающий. Важно знать, что при прокате гидроцикла или иного маломерного судна без документов штраф грозит не только его владельцу, но и самому пользователю. Государственная инспекция маломерных судов напоминает жителям и гостям курорта о необходимости соблюдения правил безопасности на воде, чтобы отдых не омрачило никакое происшествие. В эти выходные дорожники приступили к ямочному ремонту улицы Краснодарской на участке от Крымской до Чехова. Это часть подготовительных работ перед укладкой нового асфальта. Общая площадь ямочного ремонта порядка 2300 квадратных метров. Это примерно седьмая часть общей площади дорожного полотна. Таким образом укрепляют основание будущего чистового покрытия. До этого к его уровню подняли 185 люков. Окончательные работы планируется завершить к началу августа. Во Всероссийском детском центре «Смена» стартовал летний спортивно-образовательный проект «Олимпийский патруль» с участием известных олимпийских чемпионов. Первым гостем стала чемпионка по синхронному плаванию Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Гилета Топилина. Она рассказала ребятам о своем спортивном пути, о том, как важно двигаться к цели, несмотря ни на что. И, конечно, раскрыла главные секреты спортивных достижений – это режим и усиленные тренировки. Начинается тренировка у нас в 9 утра. Есть у нас в днем 2 часа перерыва. То есть мы где-то с 9 до 3 дня тренируемся. Потом 2 часа у нас отдыха. И где-то в 5 или полшестого мы уходим на вторую тренировку, и она может быть бесконечна. Сейчас чемпионка сделала перерыв в спортивной карьере. Она занимается строительством спортшколы в Зеленограде. Планирует открыть музей «Динамо». Спортсменка с удовольствием ответила на все интересующие детей вопросы. Провела фото и автограф-сессии. Замечательные ребята. Они такие все увлеченные. И в таком замечательном лагере достигли невозможного. Вперед к невероятному. Я хочу, чтобы дети с этим жили тоже. Жили с этой фразой. После теоретических занятий участники проекта применяют полученные знания на практике, проходя испытания на специализированных станциях. Ребята делятся на команды. Специалисты по питанию, врачи, болельщики, олимпийцы и тренеры. На станциях мальчишки и девчонки узнают основы правильного питания, как оказывать первой помощи и многое другое. Чтобы облегчить себе задачу, надо сделать небольшой рычаг. Сюда. Сюда. Хоп. Хоп. Я попала в команду к врачам. Я туда пошла осознанно, потому что знать основы первой помощи, это очень важно не только в спорте, но и в повседневной жизни, потому что никто не застрахован от каких-либо травм, каких-то стрессовых ситуаций. И всегда важно, чтобы рядом оказался человек, который может помочь. По итогам игры победители получили грамоты и сувениры из рук олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Гелены Топилиной. Олимпийский патруль продолжает свою работу. Впереди сменовцев ожидают встречи с олимпийскими чемпионами и интересные мастер-классы. Чистый берег, чистая вода. Под таким названием на пляже в районе улицы 40-летия Победы прошла экологическая акция. Чистоту на прибрежной полосе наводили волонтеры, в их числе не только неравнодушные анапчане, но и гости города-курорта. Ржавая канистра, покрышка. Волонтеры говорят, что такого габаритного мусора здесь немало. Начали от оборудованного пляжа, наметили конечную точку, небольшую косу. Галина Пульбери по образованию врач, у нее четверо детей. По утрам ходила заниматься гимнастикой на море. Заодно собирала мусор. Постепенно находились единомышленники. Город убирает, вот рядом пляж, там чистота, порядок, есть урны, ну и как бы там чисто, все, приятно отдыхать. А вот тут, где не принадлежит как бы муниципальному пляжу, вот тут вот грязно. И пластик, который, он сам не переработается, и он годами лежит. Вот то, что мы сейчас откапываем, вы видите. Это уже третья массовая акция. На первую вышли 10 человек, на вторую 15, сейчас уже больше 20. Неля Воронина живет в Анапе 5 лет. До этого проживала на Дальнем Востоке. Привыкла к активному образу жизни, походам на природу. Кроме того, там также собирались на подобные экологические акции. Я вообще по жизни с молодости, ну пока была молодая, там взаимодействие с туризмом, альпинизмом. А знаете, такие люди, которые не любят на природе, да, гадить, всегда за собой убирают. Это, ну просто же привычка, вот мы выезжаем, когда сюда отдыхать. Я одеваю перчатки, мешок. Пока все отдыхают, раз-раз там мешочек другой набрал, вынес и свой, и чужой. На мероприятия собираются через интернет. Федор приехал из Томска, чередует отдых с подработкой на стройке. Полюбил гулять на высоком берегу, узнал, что есть такая команда добровольцев, решил помочь. Хочется, чтобы было просто чисто. Я здесь, когда убираюсь, у меня душа отдыхает. Вижу чистые побережья. Я море не видел, грубо говоря, 30 лет. Тут приехал и видел. И меня это поразило. И нужно все-таки это поддерживать, содержать. А кто, если не мы? Организаторы договорились с городскими службами о вывозе мешков с мусором. К морю волонтеры теперь планируют выходить не просто регулярно, а уже по расписанию каждую вторую субботу. С местом будут определяться в зависимости от необходимости. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 25 июля в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Ночью прохладнее – 22 выше нуля. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 24 градуса. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok